здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала сегодня я буду печь печенье очень простое но очень вкусно значит что нам для этого надо яблоки овсяные хлопья мука пшеничная яйца и масло но масло значит я взяла 100 грамм сливочного масла и 100 грамм маргарина пышка мне он очень нравится в сдобе он хорошо подходит дает тесту мягкость и как бы я его использую даже когда пеку пастки сахар и разрыхлитель и ванилинчик что сейчас мы сделаем но яблоки у меня своим поэтому вся некондиция вчера мы собирали яблочки зимние это вот ну то что мне не понравилось я отложила и буду сейчас вот их использовать в готовке то есть я сейчас почищу если у кого будут магазины можно в принципе не чистить глянцевые эти они безвкусные яблочки эти конечно вкусные они дают очень хороший аромат осиные хлопья для чего нам нужно мы сейчас их собьем в блендере и сделаем из них муку ну пшеничная мука соответственно вот и маргарин с яйцами значит что сейчас я сделаю я собью маргарин маргарин немножко сейчас поставлю микроволновку потому что он у меня я пришла с работы и вытащила вчера маргарин масло это вот поэтому сейчас поставлю немножко вот прям буквально чтобы она размягчила чтобы она могла биваться сахар собью масло сахар яйца и ванилинчик вот а все остальное буду готовить дальше вот хорошо сбили масло с сахаром теперь сейчас добавим яйца и продолжим сбивать еще добавила сюда ванилинчик а ну кто любит послаже можно немножко больше сахара положить ну в принципе по рецепту нужно 200 грамм сахара ну вот я подготовила яблочки на крупной терке их потёрла не стала я их чистить думаю что они будут нормально но сейчас быстренько в тесто что делаем дальше вот я говорила что овсяные клопья я сбила на блендере вот даже если попадут кусочки то ничего страшного ну вкуснее и муку и сюда же мы сейчас разрыхлитель хорошо это все перемешаем и будем вводить постепенно в наши я прям высыплю целый пакетик потому что тесто такое тяжеловато яблочки чтобы она его немножко разрыхлила наша смесь которую мы взбивали и постепенно сейчас буду сюда сыпать муку и это все будет взбиваться блендером потихонечку сейчас собью и будем вводить яблочки ну вот хорошо тесто перемешалось все вот и теперь постепенно будем сейчас добавлять сюда яблочки в описании напишу по норме но я немножко всего больше кладу вы знаете что я люблю экспериментировать вот уже не первый раз делаю поэтому получается изумительно вкусные печенюшки мягкие вкусные ароматные особенно когда яблок хорошие ароматные то очень я из антоновки дело тоже вкусный зимние красные яблочки яблочек можно побольше там по рецепту я напишу 400 грамм но я вот допустим положила здесь у меня полкилограмма яблочек я думаю что они от этого не проиграют вот приготовила я противень наконец-таки нашла бумагу которая не надо смазывать маслом то есть здесь масла достаточно мы бумагу пергамент не смазываем сейчас хорошо их перемешали и аккуратненько ложечкой прям буду выкладывать на эту пергаментную бумагу значит духовка у меня уже разогрета до 200 градусов значит они должны где-то 180-200 градусов не больше чтобы дно потому что они очень быстро 20 минут буквально за 20 минут они хорошо запекаются я покажу какой степени они должны все вот так вот ложкой аккуратненько выкладываем их формируем такие вот чтобы они были немножко похожи на печенюшечки они не подходят ничего как бы получается очень даже хорошие сейчас немножко поплотнее буду укладывать потому что вот это получается два противня вот таких ну по 20 минут поэтому очень быстро времени занимает очень мало я это делаю после работы ко мне опять едут гости поэтому к чаю я готовлю вот такие вот хорошие печенюшки примерно одинаковые выкладываем их я распределяю что как раз мне еще на один один противень как раз хватило можно и кондитерским мешком но никогда мне не так быстрее все ставим в духовку на 20 минут вот такие хорошенькие у меня получается печенюшки вот такие получились печенюшки сверху они не должны тоже зажать но самое главное чтобы они не были сильно запеченные снизу аккуратненько они хорошо снимаются вот и сверху можно посыпать сахарной пудрой можно сахарную пудру смешать с корицей ну я не буду корицей потому что они все любят корицу такие вот хорошие получились лепешки сейчас они остынут и будут очень нежные мягкие хорошие печенюшки можно поменьше делать можно как бы покрасивее может быть детки кушать с удовольствием у меня был внучок в гостях так он за обе щеки номинал вот ну вот так вот сейчас мы в один слой я положила сейчас вот так вот возьму у меня тут сахарная пудра и аккуратненько вот так вот их присыпем и дальше снимаю все сейчас досыпаю вот это один противень получил сейчас буду делать второй ну такая вот красота у меня получилась спасибо за внимание заходите на мой канал подписывайтесь всегда с вами марина матвеева на меня вот 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 и